Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на информационном канале 1612. В студии Михаил Тишин мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Российская власть, так же как и казахстанская, проявила свою истинную суть – криминал и недееспособность режима. Дориге и ее сыну вернули арестованные в Лондоне особняки, но это только начало расследования о грязных деньгах семьи Назарбаевых. Ячейки активистов – это основа деятельности ДВК. Как стать частью движения и лично участвовать в переменах в стране? В дружественной Назарбаеву России идут те же процессы, что и в Казахстане. Криминальные авторитеты, которые пришли к власти, чтобы грабить страну, обнажили свою жестокую и бессмысленную сущность. Народ России брошен на произвол судьбы в борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом. Наш главный стратегический партнер активно проваливается в пропасть безденежья, хаоса и разрухи. Конечно, проблемы российской экономики рикошетом ударят по Казахстану. Такова цена за преступные договорники Аккорды и Кремля. Именно Владимир Путин стал виновником мирового нефтяного кризиса. Он ввязался в торговую войну с Саудовской Аравией. В начале марта Путин демонстративно прекратил переговоры с ОПЕК о сокращении добычи нефти в условиях кризиса. В ответ на это саудиты увеличили объем добычи нефти, в один день обвалив ее рыночную цену на 30%. Соразмерно по дешевению нефти рухнули рубль и тенге. Диктатор, которого Назарбаев называет лучшим другом, обрушил экономику России и Казахстана просто по-бандитски по отношению к партнерам из ОПЕК. Назарбаев такой же бандит, поэтому Путин партнер лично ему, но не Казахстану. Казахстанско-российское отношение идеальное, можно сказать, оно примерное для всех других государств. Я все делал, чтобы это было, надеясь, что оно будет продолжено. Я за этим смотрю. Потому что это, во-первых, выгодно Казахстану, во-вторых, это необходимо всем нам. От устроенного Путиным обвала цен на нефть больше всего пострадала сама Россия. Ее бюджет, как и бюджет Казахстана, наполовину формируется из продажи нефти и газа. В результате цена на российскую нефть стала отрицательной. То есть затраты на ее транспортировку превышают рыночную стоимость сырья. На этой неделе Путин признал поражение в нефтяной войне и согласился на новую сделку с ОПЕК. Только теперь условия куда менее выгодны, чем в марте. Однако рынок нефти уже переполнен. Аналитики сомневаются, что новая сделка принесет ощутимый результат. Несмотря на новое соглашение, цены на нефть продолжали падать. Можно было бы путем международного сотрудничества вместе работать над этой проблемой. Но когда у нас не по формуле других стран, не вместе с иностранными компаниями, а вместо иностранных компаний провозглашается самоизоляция российской экономики, импортозамещение и так далее, кричат, что санкции у нас, в общем, это самое страшное для нас. Ребята, ведите себя как следует, и не будет этих санкций. Если бы Россия вела себя как цивилизованный член современного общества, не вела бы себя как агрессор, захватчик, военный преступник, и отравитель, и черт знает кто, ну, не было бы санкций, было бы сотрудничество. Нефтяной кризис пришелся на разгар эпидемии коронавируса. Официально Россия игнорирует масштабы катастрофы. Карантин может помешать планам Путина по изменению Конституции. Поэтому общественные деятели убеждают народ через телевизор, что в коронавирусе нет ничего опасного. Это все происки американцев и врагов России. Я просто извините, скажу, если это происки американцев, то они опозорились, потому что вирус слабый. То, что вирус бьет только, в основном, по крайней мере, китайское население, это тоже говорит о том, что вряд ли это все-таки было случайно. Надо наказывать людей за организацию паники. Ситуация на контроле, и у меня все будет хорошо. Я хочу сказать, что такая избыточная паника по его поводу точно нанесет больший урон человечеству, и мы потеряем больше людей, чем он сам по себе. Для основной массы населения опасности нет. Нет необходимости делать продуктовые запасы и скупать защитные маски. Настанет время, когда вам придется их просто выкинуть. В масках приходится так в масках. Что ты, инопланетяне, пришел сюда в маски? Иди в маски дома, сиди себе перед телевизором. Смотри-ка медиклаб. Победим этот вирус. Неудивительно, что сообщение Путина о нерабочей неделе россияне восприняли как каникулы. Толпы людей ринулись в парки и на пикники. Шашлыки пожарили в оборудованном месте, а значит в безопасном. Ну что, сезон шашлыков открыт? Ура! Ура! Еще соберемся контролировать? С удовольствием. В результате распространение эпидемии вышло из-под контроля. Путин отстранился от решения проблем, переложив ответственность на региональные власти. В стране не введено чрезвычайное положение и у местных властей нет полномочий вводить ограничения. В России начался правовой хаос. Губернаторы запрещают работу предприятий и передвижение людей. Полиция задерживает и штрафует прохожих. В стране перестали действовать законы. А вы не трогайте меня, вы находите в зоне риска. Мы сейчас пойдем. Вы находите в зоне риска. Ребята, Коль, снимай это. Руки пошла. Снимай на камеру. Руки на пейс. Они находятся в зоне риска. На крупных предприятиях ввели обязательные осмотры и измерение температуры при входе на территорию. Но на улицах перед проходными скапливаются гигантские очереди, где люди способствуют распространению эпидемии. Вот такая очередь сегодня на проходной. Эпидемия до того распространилась по России, что достигла даже главы государства. 24 марта Путин посетил больницу, куда доставляются все больные коронавирусом. Спустя неделю выяснилось, что главный врач этой больницы заражен коронавирусом. Именно он встречал Путина и здоровался с ним за руку. Теперь Путин сам на карантине в своей резиденции под наблюдением врачей проводит совещание через онлайн-конференции. Дорогие друзья, все проходит. И это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Путин не смущает, что печенеги исчезли задолго до того, как появилась Москва. И никакая инфекция не помешает проведению Дня Победы на Красной площади. При этом на поддержку населения денег не выделяют. Из бюджета средства выделяют лишь для поддержки бизнеса друзей Путина и олигархов. Чем платить зарплату работникам, которых Путин отправил в отпуск, непонятно. По прогнозам, число безработных в России к концу года может возрасти до 20 миллионов человек. Это даже больше всего населения Казахстана. Вот, нет другого способа. Если вы хотите выжить, вы должны биться за свои права, в том числе за право на жизнь. Очевидный, ну вот, есть два противника, которые сегодня будут в ближайшие дни, недели мешать россиянам выживать. Это вирус и это правительство, да, которое сидит и делает вид, что ничего не происходит. Вы хотите выжить, требуйте от правительства поддержки. Вы хотите гордо умереть с голоду, как на варяге, да, там, стоя на капитанском мостике. Ну, пожалуйста, каждый делает свой выбор. Здесь нельзя заставить человека идти и требовать от правительства защищать его право на жизнь. Россия погружается в пучину экономического кризиса, который грозит перерасти в кризис социальный. По воле Назарбаева, эта страна является главным союзником и партнером Казахстана. Россия будет тянуть нашу страну ко дну за собой, как гиря на ногах утопающего. Это и есть наследие Назарбаева. Высокий суд Лондона снял аресты с элитной недвижимости Дориги Назарбаевой и Нурали Алиева. Адвокаты Дориги смогли убедить суд, что два роскошных особняка и несколько квартир в самых дорогих районах города были куплены на честно заработанные деньги, а не на взятки и украденные богатства страны. Однако победа и решение суда никак назвать нельзя. У следствия появилась новая информация и основания для апелляции. Чтобы добиться отмены ареста на недвижимость, Дориге пришлось раскрыть часть своих активов. Это название офшорных фирм и схемы владения ими. Также она предоставила документы от подконтрольных ей госорганов и коммерческих структур Казахстана. Это промежуточное решение, имейте в виду. Имейте в виду, что агентства по коррупции, которые есть в Англии, они будут бороться дальше. Ну и в-третьих, мы им поможем. Когда мы придем к власти, мы все это отберем. Именно с их помощью Дорига подтвердила легальность своих богатств. А антикоррупционная служба Великобритании получила новую информацию для расследования и проверок. Но теперь под прицел лондонских следователей попали официальные структуры Казахстана. Если выяснится, что они занимаются подлогом, то это нанесет удар по всей государственной системе Казахстана. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании год назад выписало ордеры на арест трех объектов недвижимости. В соответствии с новым законом о богатстве необъяснимого происхождения, правоохранительные органы могут накладывать арест на недвижимость, чтобы выяснять личности ее истинных владельцев. Подозрения в легальности покупки у британских следователей вызвали три объекта общей стоимостью более 100 миллионов долларов. В ходе разбирательства выяснилось, что владельцем двух домов является Дорига, а особняком на Бишопс-авеню, известной как «Улица миллиардеров», владеет ее сын Нур-Али. Представители национального агентства пришли к выводу, что вся недвижимость была куплена на средства Рахата Алиева, убитого в тюрьме мужа Дориги. Он же основал офшорные фирмы, на которые зарегистрирована недвижимость. Судья Беверли Ланг посчитала, что следствию не удалось доказать, что недвижимость была приобретена на грязные деньги и как-то связана с Рахатом Алиевым. При этом судья признала Доригу якобы экономически независимой. Нынешний судья, который принимал решение, просто прикинулся наивной девочке. Хотя ясно же, что Дорига никогда не занималась бизнесом, не зарабатывал никогда никаких миллиардов. 23-летний пацан не мог владеть десятками, сотнями миллионов долларов. Это по принципу здравого смысла. Если бы судья хотела бы в этом серьезно разбираться, то, конечно, она бы там раздолбала бы их полностью, арестовала бы это имущество, не только это. Выводы суд сделал на основании материалов, переданных из Казахстана. Это пакет документов от Генеральной прокуратуры Казахстана. Следователи легко докажут, что документы Генпрокуратуры – фальшивка. Они сделают все, что угодно по заказу Дориги, потому что полностью ей подчиняются. Нынешний генпрокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов назначен на должность Нурсултаном Назарбаевым. Он более 20 лет проработал в КНБ, где находился в подчинении у мужа Дориги. Подчиненный ее отца и бывшего мужа никак не может гарантировать чистоту полученных средств. Самое главное, что вы знаете, что Дорига Назарбаева потеряла фактически еще раз публично свое лицо, как председатель Сената уже за рубежом. Все международные средства массовой информации озвучили информацию, что этот актив был арестован у дочери президента, председателя Сената. И при этом она же в суде возмущалась и говорила, как же так вы обидели 18-миллионный народ Казахстана. Оказывается, если англичане арестовали имущество Дориги Назарбаевой, то это обидели весь 18-миллионный народ Казахстана. Вдумайтесь, что это мадам сказала. История с лондонской недвижимостью Дориги и Нурали Алиева вовсе не закончилась. Национальное агентство обжалует решение суда. Следователи убеждены в грязном происхождении активов. Обнародованные в лондонском суде материалы дадут повод, чтобы раскрыть декларацию Дориги. Следует проверить, честно ли она указала лондонские особняки и офшорные фирмы, на которые все это оформлено. Пока вы просто смотрите, в комментариях кипят обсуждения новостей. Поделите своим мнением и вы. Подробнее читайте на наших страницах в соцсетях. Казахстан стоит на пороге самых важных перемен. Крах действующей власти совсем близко. Мы должны быть готовы к решающему дню, когда миллионы казахстанцев объединятся, чтобы мирно сменить режим. Создавать ячейки – это важнейшая задача гражданского общества. Без ячеек мы будем слабо организованы. Как быть эффективными и создать ячейку – далее в нашем сюжете. Нам сейчас важно найти тех активистов, которые завтра будут управлять нашей страной. Городах, регионах. Они будут депутатами маслехатов. Они будут акимами районов. Они будут акимами населенных пунктов. Акимами областей. Именно эти люди сейчас мы видим, возьмут власть в свои руки по всей стране. На платформе Telegram «Активист ДВК» у нас есть все механизмы, каким образом будут развиваться события. Они описаны. Как будет выстраиваться временное правительство. Каким образом активисты, собрав тысячи людей в том или ином городе, фактически произведут смену местной власти. Это произойдет по всем городам. Когда завтра придет во власть временное правительство сроком на полгода, мы будем опираться на вас, уважаемые активисты, на вас, которые будут поддерживать порядок в каждом городе нашей страны. И мы сейчас, используя вот эту информационную платформу, чат Telegram «Активист» или партию «Коще», должны фактически сформировать большую команду лидеров, публичных политиков. Поэтому не бойтесь становиться публичными. Выходите. Выходите с выступлением. Пишите посты. Объединяйтесь. И таким образом мы должны дать сигнал обществу. что есть тысячи новых людей, которые перехватят власть и построят достойную страну. Что еще нужно делать? Я все время говорю о создании ячейки. Что такое ячейки? Ячейка – это ваши сторонники, 3-5 человек. И вы можете сейчас зарегистрироваться не под своими именами, чтобы режим не мог вас преследовать. Механизм в этом чате весь описан. И именно эти ячейки будут завтра выводить людей на массовые митинги. Именно эти ячейки будут выводить за собой людей. Завтра будут приходить во власть. Именно эти ячейки будут подготовлены во всех отношениях. Для чего мы создаем ячейки, друзья? Мы их создаем для того, чтобы иметь возможность одномоментно оповестить наших активистов о предстоящих событиях. В первую очередь мы их создаем для того, чтобы участвовать в митингах эффективно, для того, чтобы в митингах мы были сильными. Ячейка – это тот узкий круг доверенных людей. И, скорее всего, этой ячейкой станут ваши близкие, те, кто сидят с вами в одной квартире сегодня в этом карантине, те, кто с вами вместе находятся в одном доме, те, кому вы бесконечно верите, те, кто вас не подведет и не продаст. Организовывайте ячейки из трех-пяти человек. Создавайте эту ячейку как группу в Телеграм-каналах, в мессенджере Телеграм. Регистрируйте, давайте ей название и обращайтесь в наш штаб. Обращайтесь и говорите, мы создали ячейку. Наша ячейка называется вот так-то. Через наш штаб вы начнете получать задания, вы начнете получать информацию, которая будет нам всем важна. Поэтому, если мы с вами всерьез думаем о том, что нам нужна смена режима, если мы всерьез хотим перемен, если мы осознанно идем к тому, чтобы избавиться от этой системы, мы в первую очередь должны задуматься о том, с кем нам вступить в ячейку, как эту ячейку как можно быстрее зарегистрировать и начать сотрудничество со штабом. Ну а на сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости на канале 1612. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok